Друзья, приветствуем вас на экспресс-обзоре 19-го тура турнира Street Football Challenge Киев о каждом поединке. Расскажем сегодня у нас общий обзор субботнего и воскресного игрового дня и все-таки давайте приступим к обозрению каждого матча. Начинался у нас субботний игровой день с матча Суперлиги и Кунун Рейстар встречался с командой Феникс и команда Феникс деклассировала своего соперника в этом матче, действительно Кунун Рейстар. не был похож на себя, наверное сказалось все-таки отсутствие Дмитрия Синдзюка. В этом матче, как я уже говорил, 2-12 победа Феникса, забивали у Кунун Луня дубль на счету Анатолия Пашковского, у Феникса забивали по одному взятию Павел Кривизюк, Юрия Ананченко, дубль на счету Юрия Бойера и Юрия Мостоенко и приехал Олег Сиренко и действительно показал класс в этой игре. Октотрик на счету Олега, 6 забитых мячей, признается. С игроковым матчем, собственно, 13-26 по ударам в пользу команды Феникс. Серебряный дивизион. Витстрой циклум возвращения Владимира Кравченко после дисквалификации действительно должно было придать уверенность его команде, плюс победа в прошлом туре над командой Кархер, действительно все складывалось на данный момент хорошо у циклума. Но тут противостоял действительно серьезный соперник, который борется за золото в серебряном дивизионе. Команда Витстрой в каких-то компонентах одержала закономерную победу, включая отсутствие Сергея Кожушка на этой игре и травму вратаря Игоря Домбровского. Место в воротах у нас занял Андрей Прятко. И, в принципе, действительно Витстрой заслужил, но цикл действительно в некоторых компонентах был где-то посвежее, где-то чуть-чуть поинтереснее, больше владели мячом. Пробивали поворотом, но вот все-таки вверх взяла команда Виталия Хохича со счетом 5-2. Забивали за циклом дубль Владимир Кравченко, у Витстрой отличались по одному взятию Николая Губова, Антон Клепко и Дмитрий Титаренко. Дубль на счету Сергея Остапенко, который признается игроком матча. 11.30, Суперлига, уличная еда, ЮМЖ и уличная еда, наверное, становится командой, которая сделала, ну, один из громких хэт-триков. Действительно, в принципе, команда Дениса Ковша заслужила на эту победу. Плюс ребята хотели, наверное, охрестить свои новые пайты. Но, да, да, есть победа ЮМЖ. На 31-й минуте ввели со счетом 2-1, но вот за 39-ю, 40-ую минуту парням с уличной еда удалось перевернуть игру и добыть, ну, так скажем, в какой-то степени важные эти три очка. Хотя, в принципе, уже тройка фаворитов Суперлиги. И всем известно. У ЮМЖ забивали Роман Лопатин, Сергей Мельниченко и уличная еда. Валерий Малер, Руслан Мурга и на 40-й минуте встреча. Антон Павленко, вратарь команды уличной еды, добыл победу для своей команды, признается игроком матча. 14-16 по удару в пользу команды ЮМЖ. Серебряный дивизион, Блэк Альфа, Кархер. Кархер, который в прошлом туре проиграл Циклуму, проигрывает Блэк Альфа. Вот такие вот два матча были, в принципе, у команды Романа Черница с командами из нижней части турнирной таблицы. И вот сейчас опять поражение, но бились, бились, как всегда. Кархер не хотели просто отпускать своего соперника, но вот все-таки опыт, наверное, команды Блэк Альфа все-таки взял вверх. У Кархера забивали дубль, прошу прощения, Мирослав Курочка, но Блэк Альфа отличали Сергея Назаренко, Евгений Савченко и дубль на счету Тараса Собченко. Возвращение Тараса Собченко, его опыт действительно помог команде добыть победу. 18-19 по удару в пользу команды Блэк Альфа. 4-2, 3 очка в копилку команды Анатолия Печко. Урбан дивизион, Белюкс Хитерс Аватар. Белюкс Хитерс, который, безусловно, подходил к этому матчу в статусе фаворита, и, в принципе, свой статус они доказали. Да, могли забивать больше, но могли пропускать. Аватар очень-очень неплохо носил в какой-то фрагмент игры на ворота. Александра Крючкова, но реализация хромала. Хромала у команды Богдана Фокина, который на игре отсутствовал, но Никонасимов со своими партнерами несся, несся, но все-таки забить один гол не удалось. 3-0, сухая победа Белюкс Хитерс. Голы на счету у Дмитрия Вовка, Николая Шимкива. Николай Шимкин отличился дублем, и героем матча признается, собственно, Николай. 20-11 по ударам в пользу команды Белюкс Хитерс. 14-0, Urban Division, Sierra United и телеканала Футбол 1, Футбол 2. Настоящую драму выдали эти команды. Действительно, этот матч нужно было видеть. Это один из самых фееричных, самых интересных матчей за субботний игровой день. Телеканала Футбол 1, Футбол 2 забивали. Виталий Миссюра, Александр Селенко, дубль на счету Максима Оленковского. Хорошая обойма была у команды Миссюры, но вот все-таки добыть эти важнейшие три очка в этом принципиальном противостоянии, в противостоянии, которое действительно может стать определяющим в какой-то степени. В Urban Division у Серуина этот забивали. Константин Грибанов, Сергей Снегур, Игорь Бобр и дубль на счету Олега Чучки. Тот матч, который провел Чучка, это действительно один из, наверное, золотой матч для этого вратаря. Он признается игроком матча и забил два гола. Наказывал за ошибки у Максима Геленко и у партнеров по команде. И два сумасшедших парашюта выдал. Но есть еще один вратарь, который забил у нас дубль в эти выходные. 19-22 по ударам в пользу команды телеканала Футбол 1, Футбол 2. Бронзовый дивизион. Хелен Марлен Унайтед и Девал Апексы тоже один из принципиальных матчей в Бронз Лиге. Действительно, этот матч, наверное, мог бы стать определяющим с точки зрения турнира таблицы. Все-таки и Девал Апекс хочет заскочить в призы. И Хелен Марлен Унайтед борется за золотые медали. Но вот все-таки борьба за золото действительно, наверное, стала более объемной мотивацией для команды Юрия Пискорского. А Пискорский, собственно, получил у нас травму в средине первого тайма. Не смог, к сожалению, продолжить поединок. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на площадке спорткомплекса «Полет». У Девал Апексы забивали. У Никита Подобедов, у Хелен Марлен Унайтед один мяч на счету. Вадима Качарова, дубль на счету Евгения Ященко, который признается игроком матча. 28-24 по ударам в пользу команды Хелен Марлен Унайтед. Селек-дивизион, «Шевроле» встречался с «Лосфутболиссимус». «Лосфутболиссимус», которым катастрофически не идет игра во втором круге. Действительно, ребята выдали, так скажем, откровенно плохой матч с ФБС. И вот сейчас разгромное поражение от «Шевроле». «Лосфутболиссимус» по одному взятию Александра Камышного, Виталия Коновалова, Константина Кузьменко. У «Шевроле» сбивали. Одно взятие на счету Романа Зарожевского, дубль на счету Алексея Нарожного. Хэт-трик на счету Юрия Кулешина. И раз, два, три, четыре, шесть мячей на счету Сергея Юрченко. Еще один октатрик за субботний игровой день Юрченко безусловно признает игроком матча 23-14 по ударам в пользу команды «Шевроле». Следующее противостояние и опять был матч, который действительно может стать определяющим как и для команды «Днипро-М», как и для команды «Эву». Шесть-четыре победу одерживает команда «Днипро-М». Действительно, все-таки несутся они к выполнению поставленной задачи. Был бит «Эву». «Эву», который, в принципе, был практически в своей оптимальной обойме. «Днипро-М» также на эту игру, в принципе, удалось собрать, так скажем, ключевых исполнителей. Ну, это уже виднее организаторам этой команды. «Эву» забивали. По одному взять у Олега Видова, Антона Клепки, дубль на счету Максима Баштового. У «Днипро-М» забивали дубль на счету Антона Лошака и покер на счету Сергея Юрченко. Десять забитых голов на счету Сережи за субботний игровой день. Действительно, очень-очень хороший и важный показатель, наверное, для него и для команд, за которые он выступает. 19-17 по ударам в пользу команды «Днипро-М». Двигаемся дальше. «Бронз-Дивизион» на настоящую драму выдали «Ника Флекс». «Экимо-Пауэр» 13 забитых мячей на обе команды. Так скажем, обе команды играли в открытый футбол. Действительно, ребята просто вот пришли рубиться в футбол, создавать опасные моменты. Но, так скажем, немножко была не похожа эта игра с точки зрения футзала. Но вот с точки зрения футбола игра болельщикам более чем уверена, что понравилась, поскольку драма была. «Ника Флекс» проигрывал после первого тайма с счетом 3-1. Потом им удалось сравнять 5-5. Забили, пропустили. На 40-й, на 39-й, прошу прощения, минуте встречи, Кирилл Сибель установил окончательный счет. В этом поединке 7-6 победы команды «Кимо-Пауэр». И вот за счет этого поражения «Ника Флекс» ставит большие вопросы в плане борьбы за медаль. Забивали за «Ника Флекс» дубли на счету Валентина Власюка, Валентина Константинова и Виталия Сперкача у «Кимо-Пауэр». По одному взятию на счету у Адора Алагеби. Артура Коваля дубли на счету Кирилла Сибеля. Возвращение Георгия Дрехвелидзе. Он оформил сразу же хэт-трик и становится героем этого поединка. 28-29 по ударам в пользу команды «Кимо-Пауэр». Подумайте с цифрой. 57 ударов по воротам за 40 минут игры. Последний поединок субботнего игрового дня «Терра Фуд Тим Систем Фарма». Ну, вы посмотрите, действительно, у нас одни важные матчи для всех команд. Каждая встреча, ну, в принципе, логично. Идет завершение турнира, завершающая стадия. И все команды хотят набрать по максимуму очков и завоевать как можно теплее место в турнирной таблице каждого дивизиона. Прошу прощения, соответственно. «Систем Фарма» выигрывала со счетом 1-0. На второй минуте уже Андрей Кондратьев у нас открыл счет в поединке. Но «Терра Фуду» усилиями Максима Лошака и компании удалось перевернуть итоги матча. Так скажем, подвинуть часу весов в свою пользу. Победа «Терра Фуд» со счетом 2-1. Дубль на счету Максима Лошака. 23-22 по ударам в пользу команды «Терра Фуд Тим». И ребята уверенно несутся в плей-офф с первого места в ССП «Бар» дивизиона. Но на этом у нас субботний день завершился. Давайте перейдем плавно к воскресенью. Открывали у нас воскресный игровой день представители селек дивизиона. «Немиш» и «ЮФС Олт Бойс». «ЮФС Олт Бойс» проиграли этот матч. И, как я уже говорил, «Немиш» является одной из самых нестабильных команд нашего турнира. Ребята могут проиграть середняку, условно говоря, в турнирной таблице. И потом сыграть с «ЮФС Олт Бойс», который в конце первого круга расстрелился одним из фаворитов на медали. Но удалось все-таки победить ребятам из «Немишаева». Один гол на счету Алексея Черняка. Дубль на счету Сергея Федорченко, который признается игроком поединка. 21-24 по ударам в пользу команды «ЮФС Олт Бойс». Двигаемся дальше. И это тот матч, который ждали любители, все любители нашего турнира «Супер Лига». Вот это святая троица «Супер Лиги». По купону «Старс» разумно «Сыла» Манзана. И вот за каждым этим матчем действительно хочется наблюдать. Ребята показывают хороший, качественный футзал. И вот сейчас «Разумно Сыла» сделала большой шаг вперед. Сделала большой шаг к золотым медалям. И вот сейчас самое главное – не сбавить планку команде Ивана Плешакова. Но вот в матче с покупон «Старсом» ему удалось деклассировать своего соперника. Со счетом 7-0 победила команда «Разумно Сыла». Помните мне, когда ребята встречались в отборочном этапе, команда «Разумно Сыла» победила за счет дисциплины на площадке. Были, так скажем, ребята у покупон «Старса», которые дисциплину нарушали. И вот команде Ивана Плешакова в том матче удалось добыть победу за счет дисциплины. И вот сейчас, наверное, дисциплина умножена на мастерство всех исполнителей, которых привезли «Разумно Сыла». А в принципе сбор был более чем убедительный. Наверное, из-за основы не было только в Вене задорожного. У покупон «Старса» со сборами были проблемы. Если глянуть на заявку, не было из ключевых «Бакума», «Данылева», «Капустина», «Камынина», «Кутового», «Пантелейчука». Ну, то есть вот эти исполнители действительно могли перевернуть эту игру. Но вот «Разумно Сыла» за счет обоймы, как я уже сказал, за тавтологию дисциплины, удалось добыть сверхважную победу с счетом 7-0. 16-27 по ударам забивали за «Разумно Сыла». По одному взять у Алексея Бриженко и Григория Стойкова и Николая Кибиша. И дубль на счету Константина Иванкевича и Константина Митленко. Рекомендую вам посмотреть, если не хотите смотреть там всю игру. Включите обзор и посмотрите, какие голы сбивали Митленко и Иванкевич на 18-й минуте встречи. Ну, настоящий шедевр. В исполнении этих футболистов. Двигаемся дальше. Здесь из пивбар «Дивизион». Бенателл встречался с командой «Прайм» и «Бенателл» проиграл. Проиграл, но команда движется вперед. Все-таки есть уже тренер немалоизвестный футболист нашего города. Если хотите узнать, приезжайте, посмотрите. Мне кажется, что его тренерская рука вскоре должна дать результат. И команда «Бенателл» понесется к новым успехам. «Прайм» одерживает победу. Команда Максима Копулнова наконец-то одерживает. Три очка, если я не ошибаюсь. Это первые три очка для его команды. Все-таки были там валидольные матчи. На последние секунды команда Копулнова проигрывала. Но сейчас уже победа. Счет после первого тайма 1-1. Да. А во втором тайме команда «Прайм» дожал своего соперника и добыли три очка. У «Бенателла» единственные мячи забивал Владимир Мельник. У «Прайма» отличались Александр Лысенко и дубль на счету Константина Сергеенко. Сергеенко 21-20 по ударам в пользу команды «Бенателл». Двигаемся дальше. Опять же здесь из «Бар» дивизиона «Феникс», «ФК», «Хурма», «Хурма», который очень-очень приятно впечатляет. Ребята действительно за счет, наверное, своего вязкого футбола навязывают они вот этот стиль игры своим соперникам и вот добыли победу над «Фениксом». «Феникс», который является, наверное, опытной командой. Опытной, действительно, наверное, ребятам пока что не хватает немножко мастерства. Но вот «Хурма», наверное, за счет желания все-таки одержал победу в этом матче. 2017 по ударам в пользу «Хурмы». Забивали у «Феникса» Александр Крупко и Олег Мельников. Олег Мельник, прошу прощения. У «ФК» Хурмы забивали. Максим Воронков, Кирилл Есин и Дмитрий Хрипун. 11.50, сели в дивизион, агентство индустриального маркетингу. Встречалась с командой «Файненс Бизнес Сервис» от противостояния аббревиатур, как мы с ребятами внутри называем этот матч. И здесь настоящая драма. Все решилось на последней секунде этой игры. Позже расскажу, почему. Действительно, обе команды выдали очень-очень хороший поединок. То, в какой обойме прибыли обе команды, это действительно нужно было видеть. Такой шум и гаммон стоял в манеже на территории спорткомплекса «Полет». У «Файненс Бизнес Сервис» забивали Артем Артеменко, Иван Глудский, дубль на счету Сергея Фролова. У «Аима» забивали Ярослав Николайзин, Роман Снегур, Юрий Ищирин и дубль на счету Данила Кулика. Судьба этого матча решилась следующим образом. За 15 секунд до конца этой игры игрокоманды «Файненс Бизнес Сервис», не знаю, умышленно или не умышленно, сыграл рукой. И, видимо, не знал о том, что будет назначаться 10-метровый удар по воротам его вратаря Виктора Гаценко. И все-таки с 10-метровой отметки Данил Кулик не сплоховал и добыл эту важную победу, а «Аим» борется за призы, более вас чем уверяют, что эта команда еще поборется, да еще и может поборется с командой «Шевроле» за серебряные медали. Селик Дивизиона, потому, в принципе, вот эта победа с точки зрения турнирной таблицы была очень важна. Но вот «Файненс Бизнес Сервис» вот этим поражением действительно шансы на медали уменьшились. То есть у подопечных Романа Галецкого, но, тем не менее, время еще есть и доказывать в любом случае есть что. Двигаемся дальше. Бронз Дивизион, Сейлс Хаб встречался с Секюром. Кучу комплиментов хочется высказать команде Сейлс Хаб. Команда Дмитрия Ефросина прибыла на эту игру без замен. Действительно, ребята провели хороший поединок. Все 40 минут они бились, бились, старались. Но вот все-таки, наверное...